Это автосборочный завод Тупор Моторс, расположенный в московском районе. Машина марки «Шевроле» и «Суду Нексия» будет осуществляться в этом заводе, расположенном в московском районе Чуйской области. Отметим, что строительство предприятия началось в 2023 году при поддержке Крыгыско-Узбекского фонда развития. Его общая площадь составляет 4,5 гектара. Планируется, что в течение 5 лет количество сотрудников достигнет 1400 человек. При этом общая сумма инвестиций в реализацию этого проекта составит 110 миллионов долларов США в два этапа. Страна-партнер Республика Сбегистан. Это одно из 100 промышленных предприятий, которые планируются открыть в рамках столетия с момента образования Крыгыско-Узбекской области. Сейчас ведется активная подготовка к открытию предприятия. С подготовительными работами ознакомился председатель Кабинета Министров, руководитель Администрации президента Акалбек Чапаров. Глава Кабмина отметил, что легковые грузовые автомобили и автобусы, которые производятся на этом заводе, будут обеспечивать потребности Кыргызстана. Специализированные автобусы будут ориентированы на перевозку школьников. Также будут экспортироваться в страны Центральной Азии. Также глава Кабмина посетил завод по производству текстильных полотен из полиэстера. В настоящее время предприятие работает в тестовом режиме. Объем частных инвестиций составил 2 миллиона 300 тысяч долларов. Крыгыско-Узбекский фонд развития выделил 3 миллиона 400 тысяч долларов. Общая площадь составляет более 30 тысяч квадратных метров. 85% продукции планируется экспортировать в такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Россия. При реализации этого проекта здесь будут созданы более 600 рабочих мест. Ожидается, что в ближайшие годы на предприятии, которые планируют производить 3300 тонн полиэстера и лайкра в год, будет создано 200 рабочих мест. В Кыргызстане мы начали работать в 2015 году. У нас также есть предприятие на территории России и Узбекистана. Общее количество сотрудников – более 3000 человек. Стоит отметить, что это единственное предприятие в Кыргызстане, которое производит ткань из 100% полиэстерна. Этот афинажный завод в Карабалте – единственный в республике. Общая сумма проекта составит 300 миллионов сумм в финансировании полностью за счет собственных средств ООО «Крыгазалтен». Главе Кабмина показали современное оборудование, которое применяют при изготовлении мерных слиток. Проект направлен на развитие производства, реализацию мерных слитков и увеличение оборота драгоценных металлов, добываемых на территории Кыргызстана с увеличением добавленной стоимости. То есть мы сами будем изготавливать, Кыргазалтен сам будет. И продавать на рынок, пустить, Кыргазалтен сам будет. Мерные слитки от 1 грамма до 100. Одного унция – это 31 грамм. Кто хочет, например, вы грамм хотите, например, 5 граммов, можете покупать или 10 граммов. Отметим, что афинажный завод как структурное подразделение ООО «Крыгазалтен» является единственным и уникальным производством в стране, занимающимся переработкой драгоценных металлов. Тем временем в Аламудунском районе Чуйской области появился завод по производству электрических проводов. В церемонии открытия предприятия принял участие глава Кабмина Клбек Джипаров. Завод оснащен современным оборудованием, позволяющим перерабатывать 60 тонн алюминия, 30 тонн меди и 100 тонн пластика в год. Производимые продукции предназначены для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и экспорта в страны Евразийского экономического союза. «Этот проект важен для снижения зависимости Кыргызстана от импорта кабельной продукции. Рост спроса на кабели последние годы делает ввод в эксплуатацию завода Беккабеля особенно актуальным. Тем более, что продукция завода отличается более низкой стоимостью по сравнению с импортными аналогами. Кабинет министров готов оказывать всемирную поддержку отечественным производителям. Стоит отметить, что государственный банк Аилбанк выделил для реализации проекта 4 миллиона 700 тысяч долларов США. Общая сумма инвестиций составила 6,5 миллионов долларов США. Я хочу также подчеркнуть возрастающую роль государственных банков Кыргызстана как партнеров реализации значимых проектов, способствующих экономическому развитию страны и увеличению числа промышленных предприятий». Здесь будет создано порядка 70 рабочих мест. На предприятии будет производиться переработка 100 тонн пластика в год. «У нас работают в зависимости от потребности до 70-75 человек. В этом году мы планируем расширять производство, и тогда количество рабочих мест возрастет до 200. Кроме того, мы хотим не только покрыть потребность продукции в нашей стране, но и выйти на международный рынок». Открытие завода также состоялось в рамках празднования столетия образования Кыргызской автономной области. Сегодня со стороны государства уделяется особое внимание развитию промышленности. В частности, предпринимаются комплексные меры для увеличения числа различных предприятий. Так, Кабинет министров утвердил государственную программу «Базальтовые породы и материалы» на 2024-2030 годы. Программа направлена на создание новой отрасли базальтовой промышленности в Кыргызстане, основанной на высококачественных базальтовых месторождениях, современных технологиях и оборудовании. «Появились базы, которые обогреваются базальтом. Нам необходимо уже производить трубы и арматуры. До конца года нам надо разработать технические требования. Нужно уточнить объемы сырья. Все поставленные задачи не должны оставаться на бумаге, а должны быть выполнены». «Мы исследовали 48 месторождений, три из них признаны годными. В программе указаны конкретные параметры. Предпринимаемые меры позволят снизить экспортную зависимость. В будущем мы планируем беспрерывное производство базальтовой продукции». Только в июле-августе этого года ожидается открытие автосборочного завода «Тулпар Моторс», предприятия по производству полиэфирной и лакровой ткани, а также завода по производству золотых мерных слитков при участии президента. В этом году планируется открыть 100 промышленных объектов по всей республике. Наряду с предприятиями также планируется открыть 100 социальных объектов. «Также глава кабины ознакомился с ходом строительства спортивного комплекса «Манас». Его проектная стоимость составляет 70 миллионов сумм. Отметим, что строительство этого спорткомплекса планируется завершить к 15 августа. Здесь будут установлены четыре мачта, а также прожекторы. И самая главная особенность – это установка гибридного поля». Гибридное поле было разработано с применением в нижнем слое именно коврового покрытия. В этот ковер отсыпается плодородный слой, и после этого в ковер, в этот слой, производится посев семян. Семена прорастают сквозь ковер, и корневая система уходит вниз. А молодая трава идет наверх, которая потом, ну как, стрижется. То есть поле будет натуральным. Но наличие внизу коврового покрытия позволяет повысить в восемь раз нагрузку, игровую нагрузку и тренировочную нагрузку. Строительство спорткомплекса планируют завершить к 15 сентября этого года. Также глава кабина ознакомился с ходом строительства внутренних дорог Короболты. Общая проектная стоимость составляет более 184 миллионов сумм. На сегодняшний день завершаем 3,5 километра, заасфальтировали. И, дай бог, через неделю начнем уже на другом участке. Помимо этого мы будем строить асфальтобетонный завод, дробильный цех, бетонный завод. Строительство дороги планируют завершить к сентябрю этого года. Кангузская Татайва, Умар Малышев, Холота, 24, итоги недели.